Стабфонды страны отлично справились с обеспечением овощами населения. Стоимость такой продукции в межсезонье традиционно значительно возрастает. Для того, чтобы сдержать рост цен, формируются специальные запасы. Отечественные яблоки, капуста, морковь, картофель обладают рядом преимуществ перед иностранными, поэтому более востребованы. Хранилища выработаны на 90%, излишки товаров идут на экспорт. В стране с 2024 вводится онлайн-регистрация недвижимости. Перевод административных процедур Национального кадастрового агентства в электронный вид существенно упростит процесс подачи документов и получения решения. Этой возможностью смогут воспользоваться физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели. Уже с октября специалисты начнут тестировать работу системы. В Беларуси проходит общереспубликанская ярмарка вакансий для школьников и студентов. Более 2000 нанимателей предлагают 24 тысячи рабочих места на лето. В Бобруйске встреча представителей кадровых служб, крупных предприятий и малого бизнеса с молодежью состоится в пятницу управление по труду, занятости, соцзащития. Желающих трудоустроиться ждут на Гоголя 7 с 9 до часу. В Могилевской области кипят полевые работы. Вносятся фосфорные и калийные удобрения. Яровые посеяны на 274 тысячах гектаров, что составляет 82% от намеченного плана. Лидируют Глузский, Костюковичский, Осиповичский и Чериковский районы. Продолжается сев гречихи, кукурузы, картофеля. И ведется химическая прополка зерновых и зернобобовых культур, рапса и сахарной свеклы. В Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича 25 мая пройдет 14-й международный экономический форум «Мельница успеха». Он станет площадкой взаимодействия и коммуникации отечественных и зарубежных деловых кругов. Широко представит иностранным инвесторам потенциал для развития и ведения бизнеса в нашей стране. На 24-е запланирован инвестиционный форум.